Итак, дорогие друзья, всем доброе утро, шалом, хеллоу, бонжур, привет, я в Киеве уже, прилетел сегодня ночью, и мы начинаем, продолжаем, вернее, изучать самую главную божественную мудрость, как все работает, потому что если не знать, как все работает, то выиграть в жизни невозможно, да, потому что если пользоваться неправильными правилами и делать действия наугад, знаете, как есть такая шутка известная, одного спрашивают, какими еще инструментами обучения в жизни, кроме граблей, ты пользуешься, может, книги читаешь, может, но когда книги читаешь, тоже непонятно, читаешь какую-то книгу, а каждую книгу кто-то выдумал, то есть вот, и разберись потом в жизни, да, я вчера ехал из аэропорта и увидел рекламу, тренинг философский, мысли, которые, идеи, которые управляют миром, и там, как бы, приведены были несколько Карл Маркс, Фрейд, это известные два персонажа, которые, властители дум такие, да, которые придумали, как надо думать, и известная история про Фрейда, когда он сидел на конгрессе психоаналитиков, он придумал всю эту историю, и у него там, он толковал сновидения, он толковал еще что-то, и он сидел и курил сигару, и все на него вот эти уставились, а сигара у них там, что-то там, значит, по психоанализу, очень серьезное нарушение психическое, а он сидит курит сигару, прям именно так, как он описывал самое серьезное психическое нарушение, но он реально был псих, и, значит, один ему говорит, психоаналитик, говорит, вы курите сигару, типа, у вас какая-то фиксация на чем-то там, оральная фиксация и так далее, а он говорит, нет, говорит, у меня нет никакой фиксации, иногда курить сигару, это просто курить сигару, понятно, да, идея? Значит, властители дум, и вот есть такой Фрейд, Карл Маркс, Са Сартер, Поль Сартер, да, я про него читал, такой был алкоголик-наркоман, да, и вот эти вот люди, они, они властителями дум называются, это как есть известная тоже история, когда Вовочка, маленький еще был мальчик, ему было лет пять, и он заглянул в скважину, в дверную скважину, в спальне родителей, и увидел, чего они занимаются в спальне, ну, они как раз занимались отношениями, так, как показывают в фильмах, и он такой смотрел на них с ужасом минут пять, потом отошел от скважины и говорит, я не понимаю, и это делают те люди, которые запрещают мне ковыряться в носу. Весь мир построен на вот таких вот историях людей, которые, которые что-то себе придумывают, и потом это продвигают, а у нас есть возможность прикоснуться к божественной мудрости, к мудрости Бога, который сотворил мир, и который дал частицу своей мудрости царю Соломону, назвал его мудрейшим из людей, и мы сейчас изучаем Мишли, сейчас мы на второй главе, вторая глава притчи царя Соломона, и, значит, давайте посмотрим, первая глава, нас предупредили, что есть зло, вторая глава, он нам рассказывает, как приобретать Тору, и, значит, мы дошли до того, что мы узнали, что когда ты будешь стремиться к божественной мудрости, как люди стремятся к серебру и к сокровищам, то есть серебро это каждый день ты стараешься где-то заработать, где-то сэкономить, а сокровища это есть люди, которые ищут такой прям большой заработок, они годами работают над чем-то, это два разных подхода, когда одни гонятся за синицей в руке, другие гонятся за журавлем в небе, синица в руке это как серебро, а журавль в небе как сокровище, как сокровище, так говорит нам царь Соломон, что если ты будешь искать божественную мудрость, как ищут серебро и как ищут сокровища, аз, пятый отрывок, тогда тавины рата дуной, тогда ты поймешь, поймешь именно, поймешь логикой страх перед Богом, и это очень понятно, мне, например, понятно, почему надо Бога бояться, то есть очень понятно, если нет страха перед Богом, то никакие рациональные вещи не могут удержать от того, чтобы не идти на поводу у животного начала, и когда Авраам заходил в Едипет, например, или в Калимелых, вот туда к пелештемлянам, Авраам Авина заходил и просил цару сказать, что она его сестра, хотя она была его жена, чтобы его не убили, и у них было запрещено замужние женщины, то есть это во всем древнем мире было запрещено, но Авраам, когда его цари потом спрашивали, а что ж ты сказал, что она твоя сестра, он говорит, во-первых, я не врал, она моя сестра, то есть мы родственники по отцу, а во-вторых, он говорит, нету страха в этом месте перед Богом, и все ваши законы, все ваши рациональные правила и так далее слетают в три секунды, когда просыпается животное начало, и только страх перед Богом, это именно вот боязнь наказания, может удержать человека в подчинении духовным законам, значит, вы да, ты лутим тимца, и тогда ты поймешь, как все работает, нам пообещал царь Соломон, когда ты будешь к этому стремиться, так ты поймешь, вот как Леся Маренец, она стремится каждое утро на урок, чтобы постигнуть божественное знание, так, значит, Бог ей сообщает. Теперь дальше, шестой отрывок, Ти Ашем и Тен Хахма, потому что Бог дает божественную мудрость, то есть божественная мудрость, она пришла к нам, Моше Тибель Турам и Синай, Моше получил Тору на горе Синай, Моше Рабейну, и он получил всю Тору как на себя, он 40 дней без еды, без воды записывал на себя вот это божественное знание, поднялся на уровень, выше которого не может человек подняться, то есть он полностью с Богом соединился, и когда он спустился, он был как большой такой накопитель, да, как флешка такая огромная, на которой была записана вся Тора. Теперь, потому что Бог дает Тору, Тору нельзя выдумать, Тору нельзя выдумать, мипив, да, тут вона, из его рта, как бы, да, у Бога нет рта, но мы, Тора говорит человеческим языком, на языке, который нам понятен, потому что, как бы сказано было, если Бог непостижим, как сказать, что от него, от непостижимости заходят к нам абсолютно понятные вещи, да, это постижение, вот то, что человек постигает, вот полностью картинку, вот, вот я смотрю сейчас на экран, и мне все понятно, вижу сзади телевизор, который не работает много лет, да, слева шкаф, книжный шкаф, даже не знаю, я знаю, какие там книжки стоят, потому что это мои книги, что получается, что, вот это называется дат, постижение, постижение органов и чувств, а твуна это общая картинка, то есть я понимаю, твуна это понимание, я понимаю, что я нахожусь в Тиеве, раз я вижу шкаф, я понимаю, что я в Тиеве, то есть, вроде бы, как из шкафа следует, что я в Тиеве, но для меня они связаны, эти две вещи, потому что я знаю, что такой шкаф у меня только в Тиеве. Теперь смотрите, что это нам дает, Тору выдумать нельзя, то есть Тора, вот эти вот аксиомы, это идет от Бога, но Авраам Авину, про отец Авраам, он получил Тору от Бога еще до дарования Торы, то есть, Бог иногда, тем, кто стремится к нему, прям всем сердцем, он прямо напрямую дает им вот эту вот божественную мудрость, то есть, постижение, то, что получали пророки, и даже сейчас дает. И Мепив, да, твуна, от него, он может человеку дать в подарок глубокое понимание и постижение, которое, вот, например, у меня не было никогда глубокого понимания и постижения. Я пока не пошел в Ешиву, я был очень, очень поверхностный такой парень, но когда я пошел в Ешиву, у меня было сильное стремление постигнуть божественную мудрость, мне Бог дал логику и дал мне он такую общую картинку. Теперь, что интересно, смотрите, что интересно, есть известная история, это было где-то, когда было зарождение хасидизма, где-то там 1800 год, вот в то время, значит, 1800 год примерно, в одном местечке поселился хасидский цадик. Значит, хасидизм, это было, появился такой учитель, велите Баальшемтов, Баальшемтов, он поднялся на уровень, что его обучал ангел, то есть, он поднялся на самый высокий уровень постижения, что Бог дал ему и хохма, и от Бога, и даат, и твуна, то есть, он ему дал все вот эти вот качества, и Баальшемтов обучил около 60 учеников, и они разошлись по всей тогда бывшей Восточной Европе, Украина, Белоруссия, там в этот сам они даже пошли, в Польшу, и они основали вот эти вот, его ученики основали хасидские, хасидские такие как дворы, да, то есть, они делали чудеса, во-первых, все, у них была с Богом невероятная связь, а в это время, раньше, еврейским народом управляли мудрецы, раввины, которые знали Талмуд, вот было, они сидели и учили Талмуд, и они, получив Тору от предыдущих поколений, они полностью были погружены, погружены в ее изучение, и в каждом месте сидели эти великие мудрецы, и тут приходят такие хасидские цадики, их называли, праведники хасидские, и они были чудотворцы, они начинали делать чудеса, силой молитвы, и они говорили, Бог везде, Бог не только в Торе, Бог везде, и такая у них была система такого мистического слияния, соединения с Богом, и народ простой, он понимал, что Тора, то есть, Тора она бескрайняя, учить Тору там это всю жизнь, и только те, у кого, ну, высочайший уровень интеллектуального постижения могут ее понять, а выполнить вот это вот стремление к Богу всем сердцем, бояться Бога, любить Бога, там, самоотверженно выполнять какие-то простые заповеди, может каждый, а в награду написано, значит, если ты будешь искать близости к Богу, как серебро и как сокровища, тогда ты поймешь, поймешь ты и рад, ашем и страх перед Богом, и поймешь ты, как Бог всем управляет, и ашем и тен хахма, потому что Бог дает эту божественную мудрость, и за его рта и постижение, и твуна, и логика вот эта, да, божественная. В общем, в одно местечко пришел такой хасидский цадик, чудотворец, он благословлял простой народ, он научил их, как молиться, он чуть-чуть изменил служение, и половина этого местечка стала хасидами, а половина осталась, их назвали хасиды меснагдим, те, кто против хасидов. То есть они так говорили, что есть хасиды, а есть меснагдим. А себя они назвали хасидами, потому что хасид по древней хасиды, это те, кто делали больше, чем требует закон. Вот так они взяли себе это имя, мы хасиды, а эти против нас остальные. И вот, значит, был этот раввин, который был в этом местечке, такой талмит-ха-ха-мудрец, и был этот цадик. И вот одна женщина, бедная женщина, у нее умер муж, умер у нее муж, и она, значит, она очень мучилась, вдова. И этот муж еще, мало того, он начал во сне к нему приходить, к ней приходить. И каждую ночь он приходил и плакал, и что-то ей пытался сказать, но она не понимала, что он хочет сказать. И она пошла к этому раввину, который сидел, учил талмуд. А он, значит, был занят изучением талмуда, и он не мог ее принять. Он ей там сказал, я сейчас занят, попозже приди. И она пошла к этому хасидскому цадику. И как раз его встретила, этот хасидский цадик сидел и пел песни, пел песни, воспевал Всевышнего. И, значит, она ему рассказала свою историю. Этот хасидский цадик ей говорит, знаешь, говорит, что, наверное, у него есть какая-то проблема там, где он похоронен. Значит, есть какая-то проблема, надо его перехоронить. Ну, хорошо, значит, она пошла в эту хевракадиша, которая занимается похоронами, устроила там истерику. И они говорят, или перезахоранивайте, муж приходит каждую ночь, мучаясь не могу. Значит, они его раскапывают. А оказалось, что у него в могилу упало, и у него там в этой истории, я слышал, две разных версии. По одной версии у него крест туда упал, в могилу. А для евреев вот эти вот все символы Бога, которые, ну вот, например, христиане используют, да, как это как бы является запрещенным, очень сильно запрещенным, потому что Бог непостижим. И вторая заповедь из десяти заповедей гласит, не делай никакого изображения, никакого запрещено меня как-то изображать. Тот, кто меня изображает, это, ну, то есть, все, это Бог прямо лично сказал во второй заповеди. В общем, а вторая версия, что у него там размыло могилу, и гроб у него куда-то уносило уже подземными источниками. В общем, его перезахоронили, стало все нормально. Значит, суть истории заключается в следующем. Они встречаются, Равин и этот хазидский цадик на вот этой вот проселочной грязной дороге, 1850 год. Маленькое местечко. И этот Равин говорит этому цадику, говорит, я и не знал, что вы такой мудрец, Торы, что в Иерусалимском Талмуде, а есть вавилонский Талмуд, это две с половиной тысячи листов, то есть, если один лист в день изучать, это семь лет нужно, чтобы его только пройти, семь лет. Один раз, чтобы прочитать, а если его изучать, так это нужно всю жизнь потратить. А есть еще иерусалимский Талмуд, то вообще непонятно, его начинают учить после вавилонского. И там в Иерусалимском Талмуде написано, что если он приходит ночью, тогда, тогда это значит, что что-то у него там в гробу есть какая-то проблема. И он ему говорит, этот Равин, я удивляюсь, что вы знаете Иерусалимский Талмуд. Откуда вы знаете? Вы что, изучали Иерусалимский Талмуд? А тот говорит, нет, я никогда в жизни не изучал Иерусалимский Талмуд. А тот его спрашивает, а откуда же вы тогда знаете, что написано в Иерусалимском Талмуде? Он говорит, я знаю это оттуда же, откуда это знает Иерусалимский Талмуд, то есть от Бога напрямую. Ведь мудрецы-то откуда знали? От пророков, истории, то есть это цепочка передачи, но эта же информация, она идет из духовного мира от Бога, и вот здесь во второй главе, в шестом отрывке, есть на что он мог положиться. То есть есть люди, которым Бог дает руаха-койдыш, святой дух это называется, которые от Бога начинают из духовного мира прямо получать информацию, потому что Бог дает хахму, Бог дает божественную мудрость, мипив, из его рта даа-тутвуна, из его рта познание и разумение. Седьмой отрывок. Значит, в каждом поколении есть 36 скрытых праведников, заслугу которых существует мир, ламы твов цадиков. Кто знал Раф Зильбера, многие мудрецы говорят, что Равец как Зильбер, за хронот садик Тевраха, был вот один из этих 36 скрытых праведников. То есть люди, которые полностью посвятились, у них эго нет, они полностью посвятили себя служению Богу, то есть они слились как бы с Богом в одно целое. Есть 36 праведников и есть 30 таких как Авраам, это я слышал тоже от Равец как Зильбера, такой друж, что ие, там Бог сказал Аврааму, что будет, в каждом поколении будет как ты. Значит, но не как ты по уровню, а как ты по, даже не по значению, а по функционалу. Тот, кто распространяет Тору всему миру. Божественное знание. То есть в каждом поколении есть 30 таких распространителей, как Авраам. У Авраама Вину было самое главное качество распространяет. И 36 скрытых праведников, это как те, в ком Бог присутствует на 100%. Но они скрытые, потому что если они не скрытые, если знают про них, тогда получается, что у них появляется эго. Люди своим признанием начинают их как бы, их закрывать от Бога. То есть смысл же в чем? Когда он соединяется полностью с божественным присутствием, со своей душой божественной, у него его я, его эго уходит. И он становится проводник божественной воли. И поэтому эти все скрытые праведники, они чудотворцы. То есть они говорят, там, они говорят какое-то благословение, там, молятся за кого-то и происходят чудеса. Но как только люди начинают их признавать как праведников, и начинают ими восхищаться, и начинают им делать кого-то почетом и так далее, то это как бы создает уже такую как стену между ними и Богом. Очень тяжело в этом выставить. Поэтому они скрытые праведники, они себя скрывают. Теперь написано, что Бог сохраняет для цадиков, для этих вот выдающихся людей, в каждом поколении, Он сохраняет вот этот вот туши, это набор сверх влияний, которые они потом передают в мир. И он оберегает идущих в чистоте. Вот тут есть очень интересная такая идея, да. Вот весь нерелигиозный мир, прям в Израиле, вот они просто с ума сходят, они говорят, как эти ортодоксы, они живут, они дармоеды. Поучите Тору. То есть человек, который полагается на Бога, реально он полагается на Бога. Бог его обеспечивает. Но это же понятно. Это как бы понятно, это написано в Пертьевод. Амикабелялав Оль Тора, тот, кто принимает на себя ярмо Тору, он впрягается в ярмо Бога. С него снимают ярмо Оль Малхут в Оль Дера Херетс. С того снимают ярмо с власти, Малхут это царство, и Дера Херетс и забота о пропитании. Тот, кто порек мемена Оль Тора, тот, кто себя сбрасывает ярмо Торы, на того Бог одевает ярмо, другое ярмо, другое ярмо одевает. В этом мире мы не можем быть вот в, как сказать, этот мир не создан для получения удовольствия, этот мир работы. Адам Леамаль Юла, человек создан для труда. Все, Бог создал человека для труда, для работы над собой, для духовного роста. Все в этом мире дается через работу, постижение, преодоление и так далее. То есть, все, хочешь сбросить с себя ярмо Бога, сказать, я сам буду, пожалуйста, тут на тебя сразу ярмо, там на тебя будут нападать. Хочешь много зарабатывать, марбе не хаси, марбе да ага. Рвешься к власти, вот Нитаньягу, 30 лет, больше всех он у власти, сейчас на него бах, на него нападают под суд, с внешней враги нападают, внутренней враги нападают, все на него нападают. Понятно? То есть, в этом мире нет покоя, только ты выбираешь. Или ты берешь на себя ярмо Торы, и ты работаешь на Бога, и ты выполняешь заповеди. А враг у тебя один, твое злое начало. И ты тогда весь сосредоточен. Враг у меня, мое злое начало. Друг у меня, Бог, да, то есть, на кого я работаю. Все. И тогда Бог тебя ведет. Написано, что вот здесь прям седьмой отрывок. И оберегает идущих в чистоте. То есть, идешь в чистоте, Бог тебя будет оберегать. Все, друзья. Значит, давайте подводим итог. При сильном стремлении к Богу, прям сильном стремлении к Богу, Бог открывает, открывает человеку мипив дату твуна. Он ему дает и хохма, и дат, и твуна. То есть, он ему дает все прям в подарок. Так, значит, и потом он охраняет тех, кто идут по путям Бога, он охраняет. Все, давайте этот вывод возьмем себе как благословение, что тот, кто идет по путям Бога, того Бог пусть охраняет, оберегает, идущий к чистоте. Все, удачи, успехов. И с Божьей помощью, чтобы был день победы над злым началом. То есть, нужно победить вот это свое злое начало. Все, удачи, успехов. Всем пока.